Я бы сказал, что ни один человек, и даже старший пастор церкви, не имеет права создавать церковь, сужая ее к собственной мечте. Потому что есть мечты человеческие и есть замысел Божий. Думаю, что лучшее, что может сделать пастор и его команда, это максимально приблизить церковь к Божьему замыслу и Божьей мечте. И я не думаю, что наша находчивость и даже наше страстное желание развить церковь может быть лучше или богаче в нашем воображении, чем тот замысел, который имеет в виду Христос. Церковь не наша, церковь Христова. Потому церковь мечты, наверное, Божьей мечты, что Бог вкладывал и вкладывает в понятие церкви, каково его представление о церкви. И если уже говорить о способности церкви взаимодействовать со светским обществом, мне нравится эта постановка вопроса, очень нравится. Я однажды читал Деяния апостола, там было написано, что Павел разговаривал с прохожими на площади. Я подумал, это же очень важно, уметь разговаривать за пределами культового здания, с прохожими на улице. Когда у тебя есть о чем поговорить или, по крайней мере, о чем заговорить, есть какой-то общий предлог или повод для встречи, для разговора. Это очень важно. Но я бы боялся церковь так сильно упростить, что общество ее понимает и уже даже и не видит ничего особенного и отличительного в церкви от других общественных организаций. Мне кажется, это значит выхолостить церковь, слишком ее упростить. Если церковь рассматривать глазами светского общества и видеть в ней как одну из организаций, в хорошем смысле слова, то с перспективы Бога церковь — это единственная, опять выразимся так, организация, которая несет в себе ДНК, которого нет ни в одной другой организации. Церковь не может перепрыгнуть или преодолеть другие организации в плане, скажем, пожертвований. Есть очень богатые организации, есть очень богатые доноры. И я не думаю, что церковь может удивить мир своими там богатыми вкладами, там построить памятник в центре города, и все будут говорить, это наша церковь или их церковь построила. Я не думаю, что это сильная сторона церкви. Сильная сторона церкви — это ДНК Иисуса Христа, это божественная составляющая в жизни обычных людей. Этого вот этого нет ни у одной другой общественной организации. И это должно быть вот этим фактором, привлекающим церковь, когда люди говорят, что там что-то есть особенное, там особенное что-то есть, там есть любовь, радость, атмосфера, там люди живут дружно, там люди помогают друг другу. А вот это, наверное, Божий замысел основной. Церковь может жить в бедном районе, люди могут иметь ниже среднего зарплаты, но церковь может быть сильно привлекательной, потому что она привлекает самим Христом.